Музыка Хей, зритель, как думаешь, чё это за подарок мне на моё будущее, дыра, которая вот скоро начнётся, ну вот где-то так, в конце недели, в 17.00, если быть точным. Я сейчас его забрал. Ща мы с тобой вскроем, зритель. У меня тут есть ножичек. Я просто подумала, что обычно я вскрываю там, и вообще я давно ничего не вскрывала. А ты, наверное, зритель, который любит вскрывание посылок, коробочек и прочей такой штуки, наверное, соскучал уже, да, по вскрыванию там бумажка. Я не в курсе, чё там отвлечу, я только знаю, что чё-то там, ну, чтоб катать наверху. Вау. Вау. Да, мне, как обычно, ну, ты уже увидел, да, зритель, чё тут? Ну, я теперь сейчас камеру на себя поверну, чтобы тут голос был от лица, а не где-то сверху, наверное. Так вот, чё хочу сказать, зритель, мне всегда неожиданно и приятно. Я человеку пишу, вау, спасибо, неожиданно, ну, типа, а, я в шоке, ну, типа, чё-то в шоке, ну, типа, у тебя там дыры, то, сё. Скоро, да, ну, как бы, мне всегда неожиданно. Так, я вижу эту хренатеньку. Манго сушёная, дыры природы, полкио. Фрукт тропический из Вьетнама. Вьетнам, когда-нибудь я до тебя доберусь. Вообще, если б не ваш этот коронавирус, я бы добралась до него, может быть, и раньше. Манго сушёная, натуральная, без всякой фигни. Круто, спасибо. Во, я тут орехи макадамия, вчера ближнего родственника угостила. Кажется, это я такой, слоупок. У меня близкий друг уже пробовал орехи макадамия в шоколаде, правда. Близкий родственник тоже уже пробовал. Ну, я их чаем, этот, макадамию хомячу. Вот этот буду тоже теперь хомячить чаем. А чё, я же это... Нет, я думаю, это надо вскрывать ножницами. Спасибо, человек. Как бы сказал мой дедушка, дай бог тебе чего хочется и побольше. Я вижу какую-то, сука, голубую. Кружка котик с клубком. Круто. У меня как-то зрительница Наталья, по-моему, из города Кимры, дарила кружку. Такая красивая кружка. Я вот не помню, она в эту квартиру успела переехать. Или раньше умерла, потому что у меня был кот, который до сих пор есть, который любит ломать кофемолки. Кстати, зритель, я заказала себе кофемолку, она у меня где-то вот... Ну, на этой неделе, короче, придёт. Я тебе её потом обозрю. Я думала, кофемолку и измельчитель. Ну, короче, там два в одно. Я долго думала. Голубенькая. Вау, тут деревянная штучка какая-то. Смотри, деревянная живёт. Как тебе это? Вау, круто. Это, видимо, крышечка, да? Прикольно, котик. Котик. Тише, тише, что у меня там. Смотрите же, какой котик. Колбасу жрать не просит. Кофемолку не ломает. Прикольно, она какая-то такая интересная. Как кушинчил. Ой, что-то упало. Но она упала. Вау, она с ложечкой. Прикольно, спасибо. Чашечка с ложечкой. Ну да, если там выемка, то, наверное, это с ложечкой. Я одно время тащилась от ложечек. Был какой-то чай. Много было чая с ложечками. Я когда загонялась с чаем, я покупала иногда чай. Иногда я чай покупала специально из-за ложечки. Потом у меня, правда, большую часть вот таких маленьких ложечек растащили кто куда. Ну, типа, те, что жалко, ложечки. Ну, а потом у меня уже сама как-то человек смотрит на ложечку. Я понимаю, что человек хочет ложку. Ну, мне где-то вообще надо найти эти маленькие ложечки. Живляю они. Прикольная ложечка. Круто. Ой, там какая-то это, этот, кружочек. И пупырка. Ее можно попупырить. Так, вау, она... Слушайте, такая прикольная чашка. Она как коробочка с молоком, бутылочка с молоком. Good time. Хорошее время. Действительно хорошее. Так как она еще с мороза, у нас сегодня ветра холодного нету, поэтому тепло. Ну, в смысле, так-то холодно на самом деле. И вот чашка сейчас примерно под цвет этого, в смысле погоды. Так, я сейчас сделаю. Я сейчас соображу. О, она... Во, люди, она закрывается. У меня сегодня молоко одно допил. О, а вот тут рыбка даже на... Рыбка. Короче, молоко одно допилось. А я подумала, что у меня же есть кокосовая мука, и надо, может, сделать кокосового молока. Прямо отсюда. Можно налить что-нибудь. Закрыть. Оно будет настаиваться. Спасибо. Добрый человек. Вообще прикольно. Так. Аккуратненько. В общем, есть из чего пить, и есть еще к этому самому чаю. Тут какая-то штука до велика. Хлопок лайкра. Сейчас мы узнаем, что это. Вообще, если ездить на велике, то, наверное, это на себя надо нацепить. Раз тут размер еще есть. Вау! Она с этой, с капюшончиком. Это капюшончик. Капюшончик. Кармашки. Как я люблю кармашки. Слушайте, этот кармашек, по-моему, одну руку засунешь. Во, это этот такой кармашек. Вообще, я давно хотела какое-нибудь что-нибудь, чтобы вот так вот. Одну руку засуну, и с другой вытащил. В общем, кармашек, когда вот ты едешь на велике, и тебе надо что-то достать. Я умею и джинсов доставать, и платочек. Или из куртки, из карманчика. А тут клевый такой карманчик, можно любой рукой достать. Обычно почему-то я вот это и держу, а это и достаю. Я там даже какую-то штуку вижу. А, это такой прикол. Я тут тоже у меня был, подруга знакомая. Короче, я кого-то видела. А, подруга ко мне пришла. И у нее такое вот, я думала, что на ней жилетка, и под ней рубашка. А колалось это два в одном. Ну, в смысле, вот так вот. Прикольно. Люди будут думать, что у меня тут белая футболка. А кто не знает, и будет втирать, ой, да ты замерзнешь. Я буду говорить, смотрите, у меня тут еще футболка есть, хренды. Спасибо. Вообще, как бы мне сказали, померить и сказать, как оно. Сейчас я вот эту штуку отсобачу. У меня тут где-то ведь еще ножницы были. И померю. Может, прямо на эту кофту. Сейчас будет примерка в прямом практически режиме. то, что снизу я буду мерить без вас. Я, видать, схуднула. Оно на меня нормально. Очень даже нормально. Прикольно. О, и штанышки. О, это костюм до меня дошло сейчас. У Буратино был тормоз. С веревочками. С карманчиками, люди. Слушайте, там такие хорошие карманчики. Туда при случае много чего можно положить. Даже два карманчика. Ну, у меня когда были спальнивные штанины, у них был только один карманчик. Была печаль. Круто. А вот это я уже потом скажу, как оно мне. Ну, я могу вообще это как бы потом... О, я сейчас поняла. Я же могу это в полный рост себе заснять. Так что я пока это тут как-то... отойду. А что, зритель, смотри, я ведь схудзол. Короче, можно вот так лапы сделать. Я это же любитель кармашков. У меня некоторые близне родственники, за это вечно ругаешь. А, руки в карманах, в общем. Можно вот так сделать. Это вот так куда-то приехал, велик поставил, выдрюх держал. И вот так вот. Стоишь и ждёшь что-нибудь. Можно вот так вот сделать. Во. И руки там даже встретятся. Можно вот ехать и так в фигах, что-то сюда. А это что-то можно другой рукой расстать. Ну, я очень редко правой рукой держу велик, когда мне очень сильно удобнее делать только что-то правой. Во. Слушайте. Вообще кайф. Можно вот так сделать. Если вдруг ветер сильный, а ты куда-то смакодялоешь. Ну, короче, можно завязать. О, тут тоже верочки. Ну, их можно тоже завязать. Я тут, короче, мерила свою талию. Она 70 сантиметров была. Я ещё была не евшая. Это было середина дня. Думаю, схуднула я, не схуднула. Ну, как-то я что-то так как-то... Стараюсь не особо много хавать. И когда много хаваю, то я намекаю себе, что надо как-то потом пошевелиться. И что я вроде как хочу слегка ещё схуднуть. До своего почти нормального состояния. Сейчас она уже не на маечку. Сейчас у меня уже тут просто вот эта белая штучка. Очень клёво. Короче, по размеру. Это 44 размер. Если чё. Так, а я тут завязала. И капюшончик. И рукава. И она такая мягонькая. Блин, при случае можно тут, допустим, поошиваться. Так вот это. Но я не буду его так затаскивать. У меня есть в чём дома ходить. Он тёплый, кстати. Мне говорят, давай тепло. И он сейчас тёплый. Вот, нам тепло. Даже, ну как бы. Если чё-то делать, то было бы жарко. Как придёт. Короче, пора, когда можно ездить на велике. Я буду туда мусор в сад таскать. А то у меня что-то так накопилось. А за всю зиму, ну пока зима не кончилась, ещё ни разу не это. Не шастого в сад. А то у меня уже коробок 5, наверное, мусорных насажений. Вот, кстати, ведь сзади. Я потом буду монтировать. Гляну, как это вот сзади выглядит. Пум-пум-пум. Кстати, я вот так умею делать. Ну и да, я специально тут это сделала. Тут кота видно. Кот. Кот. Ладно, не буду, блядь. Так что вот, я тебе сейчас покажу ещё раз. Сейчас я буду цветочек тайпить. Монтажик ваять. Эй, на телефон не наступай. Я с него это управляю сейчас камерой. Заварю что-нибудь все и буду вот в этой чашке вот это хомячить. Спасибо за подарок. Доброму человеку. А вам пока. Не забудь поставить палец кверху.